В ночь на 23-24 нас построили, сказали, что нужно совершить марш примерно 150-180 километров. Мы сели в танки, закрылись и поехали. Выстроили колонну, 30 танков было, командир батальона во главе ехал, майор Кульков, командир роты за ним ехал, и никому в танк не давалось ни карты, ни средств связи, телефоны и документы у нас забрали еще в Белгороде. Всю дорогу мы ехали за командиром батальона, и он нас вел. Утром, числа 24 или 25, мы уже ехали, как выяснилось, по территории Украины. Увидели, ну ехали лесами, лесами, полями, тропами. После как выехали на дорогу, увидели украинские машины, ну номера машины, стало ясно, что мы находимся на территории Украины, начали задавать вопросы, как так получилось, почему мы здесь вообще находимся. Нам сказали не задавать лишних вопросов, осталось немножко, километров 20 там проехать. До какого-то определенного пункта он находился у командира батальона на листочках, он нас вел. Сказал, доезжаем, разворачиваемся и уезжаем в пункт постоянной дислокации, собираем технику, возвращаемся. Стало интересно еще, почему танки, которые ехали, отставали, там сломали, съезжали, их же подрывали, свои же. Вот. То есть нам не давали смотреть новости, ничего. Телефоны кнопочные, те забирали у нас. Мы не понимали, что происходит вообще. Хочу передать жителям Украины за все, что произошло с вами, с нами. Нас отправили так же, как слепых котят, просто к вам на территорию, мы не понимали, что происходит. Алло, мам, привет. Привет, Игорь. Это Игорь, да, этот. Я сейчас на Украине в плену. Вот. И все, вы только в дворах выжили из всего, из всей колонии? Со всего батальона нет, нас четверо. Нас отправили на учения, как нам сказали, помнишь, я тебе говорил, что я на учениях. Вот, под этим предлогом, то есть под обманом нас ввели на территорию Украины. Вот. Нашу колонну разбили, разбомбили, вот, и я в плен попал. Вам надо, короче, митинговать, поднимать там камышлов, всех, всех родственников собирай, всех, всех знакомых, всех собирай. Да, Игорь, ну, мы уже все везде, мы уже пытаемся все везде, да. Митингуйте, перекрывайте дороги, там, все делайте для этого. Только таким образом получится остановить эту войну. И только так я смогу вернуться домой. Кормят, все хорошо, относятся, нету притеснения этого русского языка. Собирайся, там, не знаю, всех собирай, всех, всех. Обращение, там, Путину этому, пишите этому уроду, делайте что-нибудь. Да, да, мы уже, мы собираемся уже, да, до Путина, потому что уже просто, мы не знаем, что делать. Мы уже не знаем, что делать, как тебе, как вам помочь. Вот, вы только так сможете помочь, средства массовой информации, туда обращайтесь. Надо это передать людям, потому что, то, что они говорят, что у нас нет потерь со стороны России, на самом деле. Тут уже тысяч десять человек, наверное, просто таких же, как я, вот, погибли просто. Русские бомбят просто города Украины, вот, градами, там, я не знаю, чем. Просто детей, женщин, там, умирают, гибнут. Надо, короче, это все прекращать. Мы просто в шоке здесь все, мы вообще все в шоке. Я сам в шоке, мы. В офигенном шоке, мы вообще, мы так переживаем вообще, не можем уже. Я сам, я сам, ты же знаешь, я же сколько тебе звонил, говорю, все хорошо, мы на учениях. Мы на учениях, а тут просто нас, у нас, у нас представляешь, у нас просто в ночь, в ночь, с 23, с 24 нас подняли, сказали совершить марш. Куда, ничего, ничего не понятно, ничего не известно. Мы просто ехали, и тут такое. И вот сейчас я здесь вот, и слава богу, что я живой остался. А как потом, Игорь, ну, закончится, а как тебя, тебя переправят или как? Потом лучше, лучше желательно вам за мной как-то приехать. Надо прекращать, прекращать войну, короче, просто, просто прекратить войну эту и все, и я дома буду.